Добрый день! Меня зовут Елена Мозрис, я косметолог компании Джерелия. И сегодня я хочу вам представить, кто еще не знаком. Многие уже знакомы. Это вас вернув новинка 17-го каталога. И вместе с тем, это всеми любимый массажный гель с экстрактами красного перца и френа, который вернулся после редизайна, который еще покрасивел. Ну а то, как он работает, то, как он действует, то, как он используется, большинство из вас знает, пробовали, его эффект знают. Он такой у нас действительно очень работающий, очень рабочий и очень востребованный. Что входит, какие основные действующие компоненты этого массажного геля? Это, естественно, экстракт красного перца. Это имбирь, это хрен, полынь, мята. Камфора туда входит. Входит ментол, входит кастроровое масло. И обратите внимание, здесь пост тут не только редизайн, но и реформулирование. Поэтому получается, что вошел еще бензинникотинат. Это тоже на основе никотинки, бюбитамина В3, его производные никотинки. Значит, он такой противовоспалительный очень и очень и согревающие у него тоже действия он добавит. И эфирное масло эвкалипта. Гель имеет, как вы знаете, он имеет двойное согревающее, охлаждающее действие. Ну, все чувствуют в основном согревающее, да. Он прекрасно снимает боль, он прекрасно снимает воспаление в суставах, в мышцах, потянуло, продуло, заболело и так далее. Местно раздражающее действие, отвлекающее действие. Он хорошо усиливает, разогревает местный кровоток, прилив крови. И, соответственно, более интенсивно идет движение крови, лимфы и так далее. Нет застоя. И, соответственно, помогает убрать воспаление, помогает убрать какие-то болезненные явления в мышцах и в суставах, в связках и так далее. Кроме того, он еще очень эффективен для борьбы с целлюлитом и для похудения. Вот этот его разогревающий прекрасный эффект, причем я думаю, что вы знаете, что, да, антицеллюлитные кремы достаточно часто делают с красным перцем. Но здесь добавился бензин и никотинок, тот, который был у нас в тенгитной. Мы сделали, то есть тут еще есть вот этот компонент. Плюс эфирные масла, плюс сам имбирь, плюс хрен. Они же обмен веществ, движения всех этих. Очень-очень обменные процессы, очень стимулируют. Поэтому он хорошо работает как антицеллюлитное средство. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Часто помнят о том, что, да, вот если болит спина, если болят там суставы, то надо брать этот гель. Советуют, но забывают иногда о том, что это... Но зато кто попробовал, те прекрасно знают. Те им пользуются, те его покупают и используют. Значит, может использоваться в составе комплексной терапии заболеваний суставов, остеохондрозы, артрозы, артриты и так далее. Боли в мышцах, боли при травматических, не забывайте, повреждениях. Мышц связок сухожилий, в том числе и бытовых, и спортивных. В комплексной терапии ряда неврологических заболеваний. Это различного вида неврологии, невриты, шиас, люмбага, радикулиты. То есть эти прострелы потянуло нерв, потянуло ногу, дернул спину и так далее. Это все идет тоже к этому средству. Это разогревание после переохлаждений и при простудах. То есть можно тоже только небольшое количество растереть в верх грудной клетке, растереть по спине. Очень хорошо при всех вот таких простудных заболеваниях. Очень хорошо не с голеней, а вот это отвлекающее действие, чтобы забрать вот отсюда все. Голени можно. Для того, чтобы если болят мышцы крепатура после интенсивных физических нагрузок, тоже разогреть, снять вот эти крепатурные такие вот болезненные явления. И массажи, и обертывания в антицеллюлитных программах. В первую очередь при вот такой вот плотной, да, при таком плотном целлюлите. Это вот боковые поверхности, боковые, задние, передние, то есть вот поверхности бедер. Это ягодицы, конечно же, это тыльные поверхности вот плеча, руки и так далее. Значит, и что сразу нужно даже вот эту вот картинку, потому что, смотрите, разогревающее действие геля и вот это покраснение, оно не мгновенно, оно появляется минут где-то через 5-10. То есть человек сначала наносит, допустим, с тем же, это касается в первую очередь вот как раз антицеллюлитных больше, потому что когда болит спина, там нанесли и нанесли, а когда антицеллюлитная, нанесли на бедра, ничего не краснеет, ничего не печет, добавлю-ка я еще, добавила еще, еще не краснеет. А потом начинается просто пожар. Значит, я вот почему вот на руке, вы видите, что да, вот как нанесся, как был нанесен гель, вот покраснение, оно проявляется минут через 10, поэтому нанесли и подождали. И длится где-то вот порядка получаса. Мы все разные, это воздействие, это не пережигание, это не какое-то вот такое страшное действие, это раздражающее действие на рецепторы нервных окончаний. Выраженность будет разная, потому что разная, разная как раз чувствительность вот этих нервных окончаний, кожа больше, меньше толщины, чтобы дойти до реакцию вызвать. Поэтому реакция будет индивидуальна. И соответственно, значит, ну реакцию на чувствительность провели, я же говорю, помню, что через минут 10 нанесли и посмотрели. Если через 10 минут чуть-чуть порозовело, вы знаете, что можно использовать чуть больше. Если через 10 минут оно уже печет, значит, больше совсем не надо, вот потихонечку. Ну, это, значит, и соответственно есть два варианта. Первый вариант, это если вы все-таки передозировали, ни в коем случае не бежать смывать под воду, потому что под водой будет печь еще сильнее. Любым растительным маслом, любым, наносите любое немножечко. И убираете вот этот излишний разогрев. Если же вам, вы чувствуете, что не хватает разогрева, вам кажется, что он греет слабо, значит, в таком случае вы или дополнительно чем-то оборачиваете место, на которое наносили гель, шарфом, пледом, чем угодно. И в идеале, лучше всего еще, когда вы это место прижали, то есть вот, допустим, спину намазали, да, и сели вот в кресло или на диван, и так вот облокотить, вот когда оно прижмется, оно очень еще усилит действие. И если это во время спортивных, во время тренировки в зале, вот кто при целлюлите использует, иногда используют, часто используют перед тренировкой, наносят еще, могут или обертывание, или леггинсы специальные, учитывайте тот момент, что будет выделяться фок, будет усиливаться разогревающее действие. То есть оно будет активизировать, вы будете активно заниматься, и будет еще активизировать деятельность, работу этого геля. Красный перец, который разогревает действительно и стимулирует вот это кровообращение, обменные процессы, это наш чудесный хрен, который прекрасная, противовоспалительная, бактерицидная, противоотечная, при болях, простудах, болях мышцах, очень хорошо работает. Имбирь тоже прекрасная, противовоспалительная, прекрасный тоже антисептик, тоже работает на то, он тоже и помогает снять болезненность, помогает снять боль. И новый компонент вот в формуле этого геля, бензилникотинал, он способствует вот как раз тоже выделению тепла, разогреву, движению крови, вот, и он вообще, в принципе, вот, он используется и в терапевтических средствах, и используется в антицеллюлитной косметике. Вот, в тендитной, в разогревающем креме у нас был как раз, нет, не метилник, а бензилникотинал у нас такой был. Значит, какие основные преимущества? Быстро впитывается в кожу, имеет согревающее, охлаждающее действие. Это натуральные действующие компоненты в очень высоком составе. А самое главное, это вот, действительно, это классика на основе народных рецептов. Почему же мой факт? Мало того, что он имеет вот такое целебное действие, это же еще и на основе и рецептов старых, и народной медицины, но в современном уже исполнении, когда не надо ничего заваривать, вываривать, настаивать и так далее. Когда-то взял красивую банку, взял красивый гель и приятно себе нанес, он быстро впитался и получил вот ту, действительно, народную мудрость, которая присуща, я же говорю, имьям Альфарса, говорите. Вот. Подходит и для женщин, и для мужчин. Большой объем, зеленый консервант. То есть поменяли консервант на совсем-совсем-совсем зелененький. Это тоже изменение в рецептуре. Вот. И то, что я вот, я раньше уже успела сказать, то, что на слайде написано, что можно регулировать степень нагрева, степень разогрева тем, что вы либо оборачиваете, прижимаете, это все усиливает. Или, если вспотели, усиливает. Если нужно уменьшить, немножечко растительного любого. Вплоть до подсолнечного. На кухне немножечко нанесли масло, и масло несколько минут, и масло успокоит это. Главное самое, не бежать смывать. Но руки, сама ладонь не будет чувствовать. Но тут нет тех окончаний, на которые работают, на которые, где воздействует гель. Но между пальчиками, может быть, либо наносите в перчатках, часть вообще не чувствуют. Массажисты работают и не пользуются никакими перчатками, и ничего у них не печет. Но если вы где-то чувствуете, значит, будете наносить, имеет смысл в перчатках, или пойти вымыть руки смывом. Вот с рук оно смывается, как раз и не вызывает этого разогрева. Передут особенности видов разных нервных этих окончаний. Значит, беременным и кормящим мамам он не рекомендован. То есть, здесь, да, этот гель мы не используем. Для всем остальным он всегда найдет прекрасный вот этот большой объем. Потому что это действительно, вот как я называю, расходник. Это расходное средство в доме. Заболели, простудились, потянули, продуло, травма, просто больные суставы, реакция на погусть, что угодно. Он найдет и антицеллюлит, и похудеть. То есть, найдет применение вообще абсолютно для всех. Такая вот мастхэ в каждом, по-моему, в каждой квартире, в каждом доме, у каждой хозяйки. Поэтому вот, ну я же говорю, с ним очень многие знакомы. Будут рады возвращении, будут рады усовершенствованию, улучшению еще формулы. То есть, введению новых компонентов, изменению консерванта, который сертифицирован на КСЭР. Вообще мы говорим о полной безопасности, природности и так далее, и старым рецептам. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...